Всем огромный привет! Давайте сегодня приготовим что-нибудь вкусное. Сегодня буду готовить лимонный кекс на сметане. Конечно же, вот с таким лимончиком. Что нам понадобится? Мука. Все ингредиенты и их количество я напишу внизу под видео. Заходите и читайте. Сметана, 3 яйца, стакан сахара, 1 большой лимон или 2 маленьких. Также ванилин, разрыхлитель и я взяла сливочное масло. Такой небольшой кусочек, что нам вначале нужно делать. Кекс печется очень быстро, все смешаем, выльем в форму и у нас будет очень вкусный лимонный кекс. Для начала берем размягченное сливочное масло. Я его нигде не грела, просто достала из холодильника и подержала при комнатной температуре. Добавляю сюда сахар и нам нужно перетереть масло с сахаром. Перетираю масло с сахаром. Вот так. И по одному будем добавлять яйца. По одному добавляем яйца. И продолжаем перетирать. Вот такая масса у нас получилась. Вбиваем сразу второе яйцо. И уже перетираю все со вторым яйцом. Добавляю третье яйцо. Все так же хорошо взбиваю. Засыпаю щепотку ванилина. Все хорошо перемешиваем. И теперь нам нужно натереть цедру одного лимона. Отправляем цедру лимона в нашу яично-сахарную смесь. Все хорошо перемешиваем. И сюда же теперь выжимаем сок целого лимона. Выливаю сюда сок целого лимона. И опять все хорошо перемешиваем. Добавляю разрыхлитель в муку. Разрыхлителя примерно где-то 7 грамм. И просеиваем уже тесто в наш кекс. Обязательно просеивайте. Мало ли в муке там попадаются какие-то ниточки от мешков. Или еще клещи какая-нибудь другая дрянь. Поэтому муку обязательно просеивайте. Постепенно вводим в тесто муку. Я уже, наверное, здесь возьму венчик. И постепенно вводим муку в наше тесто. Вот так перемешали. И добавили 1 столовую ложку сметаны. Мука уже, как можете знать, с разрыхлителем. Добавляем 1 столовую ложку сметаны. Даже вот 2. И потом еще 2. И все опять хорошо перемешиваем вместе со сметаной. Просеиваю еще муку. Тесто должно выглядеть как густая, такая хорошая 20% сметана. Делаю все на глаз. Но примерно понадобится грамм 300 муки. Добавляем опять же оставшуюся сметану. Вот так всю до конца. Тоже примерно здесь где-то 1-1,5 столовой ложки сметаны. 150 грамм. Вымешали мы вот такое тесто. Оно должно получиться вот такой густоты. Теперь я смазываю формы растопленным сливочным маслом. Выпекать я буду в одной такой большой форме. И вот в таких маленьких формочках для кекса. Обильно смазываем. Они хоть у меня и силиконовые, но все равно я их всегда смазываю. Также вторую тоже смазываем. Не забывайте смазать и бока. Вот так. И саму большую форму тоже смазываю сливочным маслом. Можно также чуть-чуть присыпать эту форму мукой. Я вот прям мукой чуть-чуть поверх масла сделала. И сюда уже выливаем наше тесто. Распределяем тесто по формам. Вот так. Я это буду делать ложкой. Форму тестом заполняйте не до конца. Я примерно заполняю где-то чуть больше половины формы. Вот так. Сделайте вот такую красоту. Теперь я заполняю маленькие формочки. Точно так же. Примерно где-то до половины такой силиконовой формы. Вот так. С данного количества ингредиентов у меня получилось три таких кексов в трех формах. Одна форма у меня такая большая. И две формы средние. Вот чуть больше руки. Силиконовые. Отправляю в духовку. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Чуть ее уменьшите. Где-то примерно 150-160. И отправлю кексы на час. Буду протыкать зубочисткой. Смотрите по готовности уже кексов. Все зависит теперь только от вашего. Ну и наконец-то мой лимонный кекс готов. Я маленькие уже вытащила. Они очень, посмотрите, получились мягкие и воздушные. Вытащился кекс легко. Они у меня уже остыли. Кексу надо дать полностью остыть и уже вытаскивать из формы. Вот этот кекс тоже хорошо отходит от формы. Я думаю, он тоже вытащится очень хорошо. Обязательно протыкайте кекс шпажкой или зубочисткой. Не могу, прям хочу еще вам показать, какой мягкий, мягкий, воздушный получается кекс. Запах лимона просто обалденный на всю квартиру. Обязательно пеките, вы не пожалеете. Сейчас покажу вам кекс в разрезе. Вот так легко кекс вынимается. Я ничего от вас не скрываю. Ничего не прилипает. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, как он выглядит с обратной стороны. Не бойтесь, покупайте такие формы. Формы очень хорошие. Все вынимается. И разрезаем кекс. Мне очень нравится, когда именно в кексе идет вот такая трещинка. Это мне очень напоминает магазинные кексы. Обязательно посыпьте еще кекс с сахарной пудрой. Нежнейший, очень мягкий и чуть мокроватый кекс. Вот такой даже, мне кажется, лучше и вкуснее, чем в магазине. Он должен быть такой чуть влажный. Кекс пропекся, все очень вкусно. Посыпаю сахарной пудрой и возвращаюсь к вам. Ну и вот такая красота у меня получилась. Обязательно найдите в холодильнике лимон и попробуйте испечь такой лимонный кекс. Получается очень вкусно. А если еще сюда добавить орешки и цукаты, будет ну просто бомба. Так что воспользуйтесь моим рецептом. И кому он понравится, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Также заходите в группу ВКонтакте, чтобы поделиться моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропускать новые интересные видео и там. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok